Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Кто не знает, меня зовут Арина, я практикующий психолог, и я делаю реакции, обзор на лирику, а также интервью и передачи ваших любимых песен и артистов. Сегодня мы будем слушать интервью с ребятами из BTS. Спасибо большое за рекомендацию, написали мне в комментариях. Ну а прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что каждую субботу я провожу группу «Музыка со смыслом», и мы с вами проживаем вместе лирику той или иной песни. И в эту субботу мы с вами будем разбирать песню «Make it right», BTS, конечно же. Поэтому если вы хотите принять участие и понять, как можно исправить те или иные ошибки, или же наоборот предостеречь себя от каких-то препятствий, да, хотите узнать что-то больше о себе или же поделиться своей информацией с единомышленниками, то добро пожаловать. Я буду давать свою профессиональную обратную связь. Группы очень маленькие, уютные, доброжелательные, поэтому пишите, не бойтесь, не стесняйтесь. Вся подробная информация будет в личном ВКонтакте. Просто напишите мне в WhatsApp, Telegram, либо Viber. Или же вы можете перейти по ссылочке в мой Instagram, написать мне в Директ. Также в Instagram есть очень много полезной информации по психологии, поэтому если вы интересуетесь этим, то подписывайтесь. Ну что же, давайте начнем слушать интервью. Но, кстати, по воскресеньям в 12.00 по московскому времени я выходу в прямой эфир и также отвечаю на ваши вопросы. Ладно, начинаем, не будем задерживаться. Ну что же, давайте начнем слушать интервью. Профильный фаз. Такですか? Почему нет? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ой, такое коротенькое интервью. Боже, а это всего две минутки было. Две минуты, но, блин, Шуга, конечно же, прекрасен. Такие глубокие он слова говорит, что просто вот прирожденный психолог, да, что они стараются помириться в течение 24 часов. Конечно же, не все могут с такой скоростью переосмыслить свои эмоции, привести все в порядок, как он сказал, если у тебя есть аргументы, да, то есть умение говорить о своих чувствах, почему вы поссорились, почему вам что-то не понравилось, ведь все это нужно облечь в слова, и это требует определенной интеллектуальной, моральной, духовной работы, работы над собой. И, конечно, слушая его, я удивляюсь, как они в таком раннем возрасте это осознали. Еще, конечно, добавляет перца то, что ребята абсолютно разные, и интервьеры, да, также это подтвердили, они сказали, что мы задали вопрос всем ребятам, и удивлены, какие же вы все разные. Ну, Джин, как всегда, себе не изменяет, да, он прекрасно комментирует свою красоту, как его отобрали, как его вообще нашли, как алмаз, у кого-то глаз алмаз, и вот они нашли этот алмаз и превратили его в бриллиант. В общем, невероятно прекрасное интервью, коротенькое. Хочется продолжения, я сейчас постараюсь найти еще одну какую-нибудь нарезочку, да, из этого интервью. Вот, давайте послушаем еще про Чунгук. Вот так, да. Я всегда получаю, я всегда получаю, я буду рассказывать, я буду рассказывать, я буду рассказывать, я буду рассказывать. Боже, вот как вот в таком родном возрасте можно благодарить за критику, вот посмотрите, какая степень осознанности и мудрости. Мы порой и в 30, и в 40 лет не можем понять, что те комментарии, которые нам давали родители, близкие или друзья, так называемый хейт. Мы очень сильно цепляемся за свою жертву, мы считаем, что нас как-то оценили неправильно и храним эти обиды. Чунгук об этом отзывается очень конструктивно, он называет это своим опытом, своим взрослением и некой полезной обратной связью. Просто нужно брать пример с их как бы мировоззрения, и это действительно поменяет глубину нашего мира ощущения на сегодняшний момент. То есть вот просто прирожденный, такой мудрец Чунгук. КОНГУ. КОНГУ. Можем вареньки. Субтитры сделал DimaTorzok Так что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Жалко, что интервью такие коротенькие, нарезки. Я вот не знаю, где нам найти бы еще побольше. Но что мне хочется еще добавить к словам Чунгука. Вот эти 15-14 лет, когда он приехал в Сеул, это, конечно же, с одной стороны огромное благо, когда ты такой маленький еще, и ты воспринимаешь окружающих людей очень больших, таких авторитетных. Ну так и было для него, наверное, Бан Шихёк был таким каким-то мега крутым. И они, вот это совпадение, когда достойный учитель встретил достойного ученика, потому что возможность обучаться и воспринимать критику грамотно, то есть не обижаться, не впадать в самобичевание, а действительно работать над собой, приложить эти все усилия максимальные, чтобы услышать этот указ, наказ, то, что дают ему учителя. То есть он был реально идеальным сосудом и правильно слышал эту обратную связь. Вот этому состоянию быть учеником мы как бы учимся всю жизнь, так как наша гордыня, наша высокомерие не дает нам обучаться от окружения, вообще от нашей среды. И как Конфуций говорил, что даже если ты встретишь двух человек, ты всегда сможешь чему-то научиться. Он называл у благородного подражанию, а у низшего человека ты можешь обучиться наблюдению и осторожности. То есть неважно, сколько нам лет, важно наше желание и мотивация обучаться, слышать и менять себя. И опять же хочется привести слово Конфуция, что мудрым себя считает, что это только глупец, по-моему, был так, что если осознавать, что тебе всегда есть куда расти, то ты в потоке образования, обучения и видоизменения. И, конечно, Чунгук как раз продемонстрировал такие высшие качества достойного ученика. Ну и, соответственно, мы сейчас это видим и наблюдаем, как золотого Макне, золотой ребенок, превратился в золотого артиста. Вот. Ну что же, ребята, прекрасное интервью. Я думаю, мы... Я следующую нарезку сделаю, поищу еще про Чмина Тихиона. Там у нас еще нам Джун остался. Вот. Но на сегодня с вами хочу попрощаться и напоминаю, если есть желание вступить в группу «Музыка со смыслом», в эту субботу будет песня разбираться «Make it right». То есть я все исправлю, да, все можно изменить. Поэтому присоединяйтесь, пишите мне в WhatsApp, Telegram или переходите в Instagram. Всего доброго, до скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока.